Германия и Франция заключили прорывное соглашение по разработке европейского танка нового поколения MGCS, который должен заменить Леопард-2 или Клерк. Германское и французское правительства достигли прорыва в том, как будет разрабатываться будущий танк проекта MGCS, участники распределили между собой задачи и обязательства по разработке боевой платформы. Это больше чем веха, это исторический момент, подчеркнул министр обороны Германии Борис Писториус, выступая вместе со своим французским коллегой Себастином Ле Корню. Писториус рассказал, что соглашение включает договоренность равномерно распределить промышленные объемы между двумя странами, добавив, что официальный документ о начале первого этапа разработки подпишут в Париже 26 апреля. Мейн Граунд Комбат Систем – это проект, запущенный в 2017 году Германии и Францией, направленный на замену их текущих основных боевых танков Леопард-2 или Клерк. В рамках программы должна быть разработана универсальная платформа, на базе которой, кроме танка, также создадут другие машины. В частности, на ряде моделей были представлены протоконцепты артиллерийской установки и тяжелого бронетранспортера. Для выставки Евросатари в 2022 году KNDS представила демонстратор технологий MGCS, который хоть и нельзя на этом этапе считать прототипом, все же он изображает видение будущей машины. Фактически представленная машина является глубоко модифицированным боевым отделением французского танка Леклерк на шасси Леопард-2А7. С самого начала проект потерпел кризис из-за ряда серьезных разногласий между правительствами двух стран во взглядах на распределение производства и видение новой машины. Сейчас боевая машина создается совместным франко-немецким концерном KNDS и немецкой компанией Rain Metal. Известно, что Nexter будет производить 50% разработанных систем, а две немецкие компании, остальные 50%. Ожидается, что первая разработанная в рамках проекта боевая машина сойдет с конвейера в 2035 году.